Я долго не хотела к этой теме возвращаться, я её уже записывала, она у меня слетает, не получается, и в итоге я ничего не была. А меня уже давно, по-моему, подмывает поговорить об этом. Точнее, как подмывает. Хочется и не хочется об этой теме, потому что она нужная. В общем, хочу поговорить об абьюзивных отношениях. Что это такое? Это когда человек тебя привязывает к себе, а потом в себя верёвки вьёт, заставляет ждать, заставляет терпеть свои выходки, становится центром твоей жизни. Даже ты, не подозревая, начинаешь потакать его всем этим прихотям, дабы он остался с тобой, и эта любовь продолжалась ещё. Потому что эмоции, которые ты с ним получаешь, они тебя наполняют и радуют. Розовые очки, называется. Это эмоции. Слушай, моя родная, или мой родной, потому что, к сожалению, это не касается только мужчин. Такие бывают абьюзивные особи и в женском обличье. Пока ты с этим человеком, если ты с ним где-то поблизости общаешься постоянно, ты не сможешь отойти от него. Ты постоянно будешь возвращаться мыслями, ты даже не услышишь и не прочувствуешь, что я сейчас говорю. Для того, чтобы понять, что для тебя и для него, значит, эти отношения, нужно себя со стороны увидеть. И всю эту ситуацию. Нужно переехать на какое-то время. О, я знаю, сейчас посыпется, ну какие переезды, о чём вы говорите, девушка. Спуститесь на землю, это что вы? Ну, в таком случае поставить отношения на паузу. Ох, будет больно. Предупреждаю. Больно будет тебе. Но. Так ты увидишь, на что человек способен. Не бла-бла-бла, а действия. Не слушай разговоры. Осмотри на действия. Что человек делает? Прям выговаривай свои желания, свои чувства. Если он тебя любит, он услышит тебя и сделает всё возможное. Да, не любит. Если бы любила, даже эта ситуация бы не допустилась. О том, чтобы ты сейчас размышляла о том, серьёзные у вас отношения, или это какие-то эмоциональные качели. Люблю, ненавижу. В любви такого не бывает. Запомни это раз навсегда. В любви ты дорожишь этим человеком. И человек дорожит тобой. Так же, как и ты. Так же, как и ты, не хочет терять эти отношения и тебя. Понятно? А абьюзивный человек, он тебя потеряет с удовольствием. Ему всё равно ты ушла. Он знает, что ты его любишь, и что ты прибежишь. Может быть, это уже было не раз. Здесь должна включаться себя люби. Насколько ты себя любишь и ценишь. Будет тяжело. Будет казаться, что мир уходит из-под ног, когда ты теряешь этого человека. Но это пойдёт на пользу и тебе, и ему. Ему нужно будет проработать себя и свои отношения. Если он человек, конечно. Если он падла, то, ты знаешь, как правило, им управляет уже не он сам, а те демоны, которые его халуют изнутри, которые говорят ему, как нужно поступить, и его мысли, это уже не его мысли. Особенно, если он зависим от чего-то. Наши демоны, это не только алкоголь, наркотики и тому подобные зависимости. Также это игромания, также это похоть, также это жадность. пороков и демонов очень много, и прорабатывать их нам всю жизнь дано. У каждого по-своему. У каждого по-своему это и срок берёт, у каждого по-своему это прорабатывается. Кто-то может быть годами возвращаться на этой теме и прорабатывать, а кто-то это сделает за один раз. Всё индивидуально. Зависит от каждого. Короче. Самое простое, что можно для себя подчеркнуть, это открыть гугл, найти литературу. Слава богу, её уже достаточно много в интернете. И почитать об юзерах. Очень много книг есть, очень много статей есть об этих людях. Их прям, они ходят, вы не поверите, они ходят, обучаются этому. Как вас подцепить, как вас подсадить на себя, на свою энергетику, как вас потом хавать, как энергобампир наполняться вами. Вы знаете, что ваша, не ваша любовь, а даже ваша обида и ваша злость больше дают им энергии. Что этим самым он специально вас провоцирует разозлиться или обидеться на него, чтобы больше с вас качнуть. Наполнившись энергией, они идут, зарабатывают деньги, делают достижения для себя. А вы сидите, разбито, у вас безденежье, у вас упадок сил, у вас одно чувство, скорее бы он уже пришёл, и я почувствовала себя счастливой и довольной. он приходит, делает свои дела, обижает вас, опять уходит. А вы потом постоянно мыслями к этому возвращаетесь, думаете, что у вас что-то не то, копаетесь, себя изучаете, себя исправляете, ресницы, вубы, сиси, писи. всё это для него делаете. А ему-то нахрен не надо. Ему его не надо. Ему надо такого он. Он себя любимый. Они ходят, смотрят курсы по тому, как доставить тебе побольше боли, как тебя подцепить, подвязать. Они на это время тратят, чтобы причинять другим боль. Представляешь? А ты думаешь, что он там бедный, несчастный, его нужно спасать. Живёт в семье с нелюбимым человеком, мучается, страдает. Никто там не мучится, ничем не страдает. Ни один мужик не будет сидеть терпеть, от нихер делать. Ну, если он не тряпка. Вряд ли ты тряпку полюбишь. Сразу прям. Тебе ж нужен огненный. Такой, который на уши вешает. За которым не только ты, а гора баб стоит. поюзанных, таких же обиженных. И каждый думает, что придёт и будет его, на нём он, на ней он и восстановится. Наивные чукутские девочки, им не нужны постоянные отношения. У них уже есть они. Он уже женат. Его уже всё устраивает. Он не хочет ещё одну жену, не хочет этих свадеб, это всё деньги. Не надо ему это всё. Не надо ему идти все мозгоёбства. ты уйдёшь, придёт другая. Ты есть хорошо. Хорошо, не нужно никаких затрат, того уже пользуется. А за новое нужно ухаживать, нужно добиваться. А ты уже и существуешь. тебя нужно держать на привязи. На привязи энергоэнергетический вампир держит эмоциями, которые даёт и отбирает. Даёт и отбирает в полной мере. Так это работает, система у них. Не веришь? Возьми, открой литературу и почитай о признаках энерговампира, абьюзера. Ты увидишь своего человека и поступки своего человека. Готовься к тому, что ты разочаруешься. Возможно, даже вас ненавидишь. Какое-то время ты будешь ненавидеть, презирать. Но не обращай это зло на себя и на него. Проработай эти эмоции как можно скорее и отпусти. Не носи злобу в себе. Не носи эти злобные эмоции в себе и как можно быстрее от них избавляйся. Они отравляют тебя в первую очередь. Не помни зла у других людей. Не культивируй, не собирай ты в какую-то папочку, блин, предъявлю потом. Отпускай. Иногда люди намеренно делают зло, чтобы ты о них потом вспоминал, отдавая тем самым туда энергию. Ещё раз повторяюсь, не любовь самая большая энергия, а ненависть. Во время любви человек счастлив и творит добро. Во время ненависти и злости человек раздражён и причиняет другим людям вред. сплетнями, обсуждениями, тем, что может подставить человека. В человек в этот момент подселяются низкие создания, лярвы и тому подобное, которые управляют этим человеком. И наши мысли, вы не поверите, они не всегда наши. иногда это подселенцы, которые в той или иной ситуации подобрались к нам, когда мы были слабы, когда мы были расстроены, когда мы были озлоблены. Вытеснить их можно очень просто, когда ты поднимаешься на высокие вибрации, они уже не могут подняться с тобой на эту же вибрацию. Всё, они уже низшие, они вот на какой-то ступени с тобой только могут быть. Когда ты разозлена, расстроена, ты опускайся к ним на их вибрации. И они могут спокойно тебе подлетать и рассказывать, что ты должна сделать, как ты должна отомстить. Подумай, раскрути, не знаю, мысленно там поругайся и обзови, и ударь. Ты тратишь на это время, энергию, спускаешься туда, возвращаясь к этому конфликту и его постоянно продумывая, проговаривая, даже высказывая что-то этим людям. тем самым ты себя лишаешь своего времени и своей энергии. Случилось с тобой, переживи это, перенеси это, проплачь, я не знаю, продумай, потрать на это один день. Всё, закрой эту тему, отпусти эту тему, не возвращайся к ней постоянно. Закончено, всё, окей. Нет, это жизнь, и она будет всплывать в твоей голове, это уже произошло, к сожалению, возможно, это даже останется. Но если ты её не будешь подпитывать и туда вливать энергию, она у тебя станет тусклой, и впоследствии вообще уйдёт из воспоминания. Потом такая, когда-нибудь вспомнишь, такая, о, да, я помню, этот случай случился. Но если ты к нему будешь возвращаться, блин, раз в неделю, как минимум, как минимум, мы же знаем, это же не раз в неделю, там, каждый день можем усорить в башке эту ситуацию. А если, тем более, она произошла, её можно обсудить, так мы, блин, со всеми обсудим её, ещё, 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 ещё. А есть такие, которые будут эту тему постоянно поднимать и ковырять. Короче, такой тебе совет. Ситуацию, которая с тобой случилась, не нужно обсудить с кем-то, а нужно её самую проработать. Угу. Угу. И закрывай эту тему, когда ты разговариваешь с теми, кто уже осведомлён об этой ситуации. Они из-за... Они из-за того, что не такие осознанные, как ты, могут к ней возвращаться и не понимая, что тем самым как я уже сказала, напитывая эту ситуацию энергией и не давая её уйти из твоего пространства. Это можно, конечно, объяснять людям, а можно просто не давать этой ситуации распространения, рассказав о ней своим друзьям или своим родным, кому-то там доверяешь. понятным. Ага. Ага. Не знаю, наверное, это всё пока вместе. Если что-то... есть какие-то вопросы, обращайся, спрашивай, и я тебе подскажу, что и в какой ситуации лучше сделать, если это мои компетенции. Ну всё, я тебе желаю хорошего дня, полезной литературы. Дерзай. Ты сможешь. Не ты первая, не ты последняя. Но главное, чтобы это понятие проработать сейчас и не нести это в будущее. Повышай свои вибрации, девочка. Пора отрываться от этого негатива, от этих ненужных тебе бесполезных эмоций и людей. Вай, моя красота.